На встрече с медиками студентам Московского регионального социального и экономического института рассказали, что донором может стать любой здоровый совершеннолетний гражданин Российской Федерации. Для начала проводится полное медицинское обследование здоровья и лабораторное исследование крови. Ему исполняется 18 лет, он, собственно говоря, приходит к врачу и говорит, вот такой здоровый есть я, я бы хотел здесь сделать в жизни доброе дело, спасти три жизни. Перед назначенным днём необходимо соблюдать диету, не употреблять острое, солёное, ограничить алкоголь и курение за 48 часов и хорошо выспаться. После донации стоит поесть и отдохнуть. Длительность процедуры, если мы говорим об обычной сдаче крови, то это 15 минут. Важно помнить, что прежде чем кровь спасёт человеческую жизнь, она попадает на карантин сроком на 4 месяца. Такой длительный путь говорит о ценности донорства. Делать добро, быть донором помогает многих людей, а может быть спасает жизнь. В первую очередь это самое главное. Кровь сдавать можно раз в два месяца, но есть и ограничения. Для женщин 4 раза в год, для мужчин 5. Для нуждающихся в переливании крови, конечно, это важно. Потому что нужна всегда кровь для людей, которые пострадали от чего-то. Конечно, это важно. Считается, что для нормального обеспечения кровью и её компонентами всех больных необходимо не менее 40 доноров на 1000 человек. Именно поэтому важно рассказывать населению о ценности донорской крови. Самое важное – это доносить информацию до наших граждан о том, насколько важно стать донором как можно раньше и помогать другим людям тем, что ты можешь сделать. Но как минимум внести вот эту небольшую лепту, так сказать, свою для того, чтобы помочь нашей нации. Для популяризации донорства используются различные методы социальной поддержки. Денежные выплаты за донации или присвоение звания почётный донор России. А в день сдачи крови и её компонентов донор получает два выходных дня с сохранением среднего заработка.